Это программа «Мужские игрушки» на телеканале «Точка отрыва» и я, ее ведущий Сергей Иванов. Сегодня мы узнаем, как проходят стрелковые соревнования. И самое главное, увидим, что такое по-настоящему быстрая стрельба. Это матч «Спидфайр». Я стреляю с 341. Вообще просто круто, не ожидал стоять, честно. Каждая весом по 40 килограммов. Скорость стрельбы не имеет, чем у пистолета. Это делается все очень искренне, и люди вкладывают душу. В фактической стрельбе традиционно всегда существовал какой-то развлекательный матч. Раньше это была махновско-кулацкая партизанская стрельба. Теперь, последние пару лет, это матч «Спидфайр», на который стрелки наряжаются в веселые костюмы и стреляют в веселые упражнения. Это не серьезный спортивный матч, это именно такая развлекаловка. И именно это привлекает сюда людей. Именно поэтому я здесь. Я был в костюме на первом упражнении. К сожалению, он не выдержал стрельбы. Распал все по швам. Мне пришлось переодеться в обычную стрелковую майку. Матч отличается чем именно матч «Спидфайр»? Это пулеметный матч, где максимальное количество мишеней, максимальная стрельба быстрыми сериями, группами и так далее. Как раз тот вид упражнения, на котором помповый класс выступает слабее всего, из-за естественных ограничений нашего класса, из-за того, что мы самый медленный в стрельбе класс. Но это не мешает мне получать удовольствие. Погода сегодня шикарная. Матч отличный. Я на таком матче первый раз. Вообще просто круто. Не ожидал, сказать честно. Надо будет еще раз приехать. Немножко даже не подготовился, расслабился. Но в целом, скажу так, что день потрачен не зря. Я думаю, что если такие матчи будут проводиться регулярно, то мы к Сергею будем приезжать. Ну, поскольку у нас сегодня костюмировали матч, я решила нарядиться Харли Квинн. Ну и, собственно, соответствующий макияж сделать, причесочку и все подготовила. Матч очень интересный. Металл требует огромной ответственности. Несмотря на свою простоту и, соответственно, информативность по поражению, он является и самым сложным, потому что требует очень сильной психологической дисциплины для того, чтобы стрелять большие группы металла на высокой скорости. Вот. Формат таких соревнований достаточно динамичный, очень интересный, душевный. И, в принципе, желательно, чтобы такие матчи продолжались, повторялись впредь. Любой стрелок, который выходит на площадку, должен соблюдать условия брифинга. Это значит, что он должен приходить и стрелять из определенных стрелковых позиций. На данном упражнении их пять штук. Если стрелок случайно заступит, даже немножко, и прикоснется к земле за пределами линии, он получит за каждый выстрел штраф 10 очков. Итак, стрелок занимает позицию, его задача поразить первую группу мишеней. Это пять так называемых попперов. Это очень тяжелые мишени, каждая весом под 40 килограммов. Но они стоят достаточно вертикально и при попадании падают уверенно, но медленно. Может случиться так, что стрелок сделает пять выстрелов, и все попперы еще будут стоять. И он уже покинет позицию. И когда он уйдет, они только тогда упадут. Но если вдруг он промахнулся, он может убежать, и одна мишень стоит, значит он получит еще один штраф. Дальше он перемещается в новую стрелковую позицию. И перед ним более сложная группа мишеней. Как видите, мишеней здесь девять, и некоторые из них очень маленькие. Если вы стреляете из ружья вот такими довольно большими, мощными патронами, то осы покрывают большую площадь. И стреляя такими патронами, вы с большей вероятностью попадете. Но, если вы будете стрелять вот такими вот патронами, то каждую пулю нужно точно укладывать в мишени. И не приблизительно в сторону стрелять, как из ружья, а точно в серединку. Итак, после поражения этой группы мишеней, стрелок должен моментально, молниеносно переместиться в следующую позицию. И здесь у нас открывается самая интересная группа мишеней. Как видите, здесь две маленькие мишеньки, которые мы называем тарелками, и два поппера. За ними скрыты специальные катапульты. При попадании в нее взлетает тарелка. И эта тарелка разрушается, если в нее попасть пулей или дробью. Пока тарелка летит, вы должны успеть в нее попасть. У вас буквально 0,7 секунды на то, чтобы сделать точный выстрел. И надо сказать, что более половины стрелков с этим справляются. Правда, ружейщиков. Те, которые стреляют из пистолета и карабина, конечно, попадают гораздо реже, потому что это действительно сложная задачка. Попасть в мишень размером с воробья, ну, условно, с голубя, хотя голубей побольше московские. Попасть на лету пулей – это сложная задача. Предпоследняя позиция – это группа из пяти мишеней. И когда вы бежите на скорости, на большой, у вас есть инерция, вам с ней надо справиться. И многие стрелки допускают такую ошибку, когда останавливаются слишком резко, их болтает, они борются со своим собственным телом, производят выстрелы и промахиваются, несмотря на близость. Это все происходит из-за скорости. Ну и последнее по задумке организаторов, в том числе по моей задумке, очень скоростная группа мишеней, которые находятся очень-очень близко. И здесь демонстрируется темп, сравнимый с темпом пулемета Калашникова, РПК. Вот такая вот ситуация у каждого стрелка. Складывается по-разному. Одни поражают мишени, другие допускают промахи, кто-то заступает за линию. В конечном итоге смотрят, все ли мишени поражены. И таймер подсказывает, сколько времени ушло на поражение всех мишеней. Сергей Орлов сейчас выступает в классе PCC, P100 калибр карбайн или корабель под пистолетный патрон. Он очень хорошо сейчас выступил. В чем главное отличие ружья от PCC? В том, что если ружье стреляет широкой осыпью дроби, но при этом имеет достаточно маленькие магазины, то в PCC у него магазин на 32 патрона, плюс еще 33-й патрон в стволе. Емкости стартовой зарядки хватает на все упражнение. Но при этом стреляет одной маленькой пулькой, которой нужно попасть. Если у нас широкая осыпь, она, дай бог, зацепит, да еще может рикошетом на земли зацепить и повалить мишень, то ему надо обязательно попадать в мишень. Поэтому там, где шоу заряжался, шоу заряжался, шоу заряжался, он стрелял половину мишени с одной позиции, стоя стабилизировавшись, быстро перебежал, стрелял вторую половину мишени со второй позиции, опять же встав стабилизировавшись, и успешно завершил упражнение. По-моему, он как раз завершил в сухую, то есть потратив ровно все 33 патрона. Сейчас стреляет из ружья, скорость стрельбы не меньше, чем у пистолета. Где-то даже быстрее. Видели, да, какая скорость? Обусловлено тем, что на прицеле не уходит меньше времени, в дроби стреляет. Ну и темп не уступает пистолету. Для пистолета, в принципе, дистанция не такая уж и сложная. Кажется, та, сейчас пощелкаем быстренько. Не тут-то было. То есть стрелка загорается, бах-бах-бах-бах, и пошли промахи-промахи. Опять собраться, добить, вот самое главное. Ну и стрелять в движении, конечно, по такому грунту немножко сложновато, казалось. В ружье у нас 10 патронов, и здесь стоит 10 мишеней, поэтому стрелка как бы без права на ошибку. Если он допускает лишний выстрел, то он вынужден менять магазин на месте, чтобы дострелить ту группу, которая находится. Поэтому здесь тактически грамотно стрелять более аккуратно, чтобы не рисковать. На данный момент соревнования, можно сказать так, разбежались. Они приближаются к серединке. Три упражнения позади, и определились лидеры и аутсайдеры. У нас технический вид спорта, и если оружие дает сбои, то впоследствии самые неприятные. И один из участников, у него сломался карабин, одна из пружин, соответственно, он не мог стрелять, и каждый новый патрон ему приходилось досылать вручную. В итоге два упражнения и нули в графе набранных очков. Но не страшно, он продолжает стрелять, просто выбывает из общей гонки. Соревнования проходят в разных классах. Первый класс – это карабин в пистолетном калибре. Дистанции очень небольшие для стрельбы, поэтому карабин в пистолетном калибре здесь списывается прекрасно. От 15 до 25 метров. Для профессионального, опытного стрелка, это вообще не дистанция. Он с легкостью стреляет с темпом, где на каждый выстрел уходит 0,2 секунды. Далее соревнуются пистолетчики. Я пробовал стрелять в разных категориях, и в продакшене, и в стандарте, и в опене, и даже в классике. Стандарт – наиболее доступный, скажем так, класс, в котором можно использовать любые пистолеты, можно экспериментировать, можно использовать разные модернизации, допускаем все правилами. И, соответственно, этот пистолет в то же время требует достаточно сложной координационной работы с прицеливанием, с манипуляциями. И если использовать мощный патрон, то и, соответственно, с управлением отдачи. Я сам выступаю с пистолетом «Алса-Про». Это ческий пистолет. Он на базе ЧЗ-75. Девятый калибр. Вместимость 20 патронов. Есть и 22 патрона. Очень хороший пистолетик. Мой любимый. Я с ним выступаю уже 5 лет. И он пока открытый тву, служит мне очень даже достойно. Поэтому мы с ним не расстаемся никогда. Надеюсь, что мы с ним будем побеждать и дальше. Пистолетчики вынуждены соревноваться с теми, кто стреляет дробью. Они, конечно, в разных зачетах, но им интересно посмотреть, какое время у одних и какое время у других. На данный момент у «Анзора» несколько процентов меньше набрано, но вся борьба впереди. Я стреляю в помповом классе. Соответственно, у меня ружье помповое. Подвижный цевьем. В чем главное отличие от всех остальных классов? Если во всех остальных классах ружье работает само, газовый двигатель или инновационный двигатель передерживает ружье автоматически, и стрелку нужно только жать на спуск. То помповое ружье, оно подобно велосипеду, оно едет так, как ты крутишь педали. Нужно все время его перезаряжать вручную, на что уходит время. Плюс дополнительная сложность, что синхронизировать движение по перезарядке ружья с перемещениями, с прицеливаниями и так далее. Вот из-за этого, на мой взгляд, помповый класс самый сложный технически, но при этом самый медленный. Я стреляю с 341. Она немножко модернизирована по сравнению с тем, что продается в оружейных магазинах. Здесь поставлено тоненькое цевье 40 миллиметров, расширенная шахта магазина, укороченный спуск у меня стоит спортивный, рукоятка с пяткой и коллиматор. Как только кто-то из знакомых узнает, что я стреляю, у меня, конечно, возникают сразу любопытные вопросы по поводу того, насколько это тяжело, и как девочка бегает с таким ружьем, и такая сильная отдача, и не проходят ли у меня синяки, ну и все вот в таком ключе. Ну, в общем, на вопросы один ответ, что нет, не тяжело, синяков давно уже нет, вот, очень быстро привыкла. Соревнование «Спидфайр» – это матч, который, по большому счету, объединяет людей. Как любое другое спортивное мероприятие, это, конечно, скорость, секунды, очки и пьедестал. Но самое главное, что отличает наши соревнования от мира большого спорта и, может быть, даже Олимпиады, это чистота. Здесь нету больших денег, и здесь люди в основном на своем энтузиазме занимаются этим видом спорта и достигают каких-то успехов, может быть, локальных, но, тем не менее, это делается все очень искренне, и люди вкладывают душу. Вы видите, что множество людей совершенно разных возрастов, от стариков до молодежи, от любителей до мастеров спорта международного класса собираются вместе и совершенно без всякого снобизма, помогают друг другу, если нужно, подсказывают лучшие планы. Наш спорт объединяет и призывает. Он очень интересный. Вы видите огонь в глазах стрелка, и даже в моих глазах. Мне очень хочется самому сбросить этот дурацкий пиджак, взять карабин и пробежаться вместе с ребятами. Но не в этот раз. Друзья, обязательно присоединяйтесь к нам, занимайтесь практической стрельбой, учитесь, совершенствуйтесь, и с вами будет успех. На этом все. Встретимся в следующем эпизоде программы «Мужские игрушки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова